Школьница из Наринмара Валерия Соболева заняла второе место в 19-й Всероссийской Олимпиаде по школьному краеведению «Мое Отечество». Девочка продемонстрировала невероятное терпение, работоспособность и знания. Встретиться с юным дарованием отправилась и наша съемочная группа. 2016-й стал для десятиклассницы Валерии без сомнения успешным. Ведь именно в этом году она смогла проявить все свои самые лучшие качества и стать победителем регионального тура Олимпиады по краеведению на местном уровне и лауреатом президента России. Почувствовав уверенность, девочка отправилась на всероссийский конкурс в Москве. Признается, таких сложных испытаний она не ожидала и поэтому поначалу сомневалась в своих силах. Там были очень сложные вопросы, они были не совсем связаны с краеведением. Например? Помнишь, какой-то вопрос такой самый? Самый трудный. В каком году был основан комитет по наблюдению за школьными музеями. И там было четыре варианта ответов и они были примерно все одинаковые. Но Валерии все же удалось собраться и на этапе исследовательской работы она проявила себя. Так как тема моей исследовательской работы непосредственно была связана с моим округом. Освоение Арктики полярными летчиками на примере Михаила Васильевича Водопьянова. Эта тема стала для меня интересной, так как Водопьянов на пути к Северному полюсу останавливался в городе Наринмаре. К участию в конкурсе школьницу готовил опытный и без сомнения компетентный коллектив Ненецкого краеведческого музея. Светлана Попова подхватила Валерию в самый ответственный момент в последнюю неделю перед конкурсом. И была с ней до самого конца. Говорит, такой колоссальный опыт и знания, полученные на конкурсе, девочки однозначно пригодятся в дальнейшем. Конечно же пригодятся и опыт, и знания пригодятся. Во-первых, она поработала в команде, как представители музея все равно объединялись в одну группу. И вот рассказывали ей о разных темах или что ее может ожидать. Все равно это опыт большой. На самой Олимпиаде в Москве было несколько этапов. По итогам всех испытаний школьница из нашего округа стала второй. А главная Валерия Соболева получила возможность стать участницей экспедиции в Арктику, которая состоится в 2017 году.